Я, Никитушкина Елена Викторовна, являюсь мамой погибшего сына, добровольца, подписавшего контракт Владимира Никитушкина. Контракт был заключен двумя братьями. 1 апреля 23-го года. Этого же года уезжали с Тамбова на Воронеж, на боевой полигон. В Воронеже за 5 дней сходили один раз на боевой полигон, так как подготовка должна быть от 1 месяца до 3 месяцев. Но это еще не все. Это было указано в выписке из приказа. 6 апреля уехали в Луганск. Как бы на подготовку. Ну чего здесь необычного? В Луганске провели около 6 дней. Затем попали в подразделение «Шторм». После уехали на 7 дней на передовую. Около месяца находились в лесополосе. 8 мая на Лиманском направлении. 12 мая ушли в наступление. А 26 мая он погиб. У брата на руках. Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу. 30 мая родной его брат сам лично с группы эвакуации вынесло тело с боевой позиции. До места отправки 2 сотых. Машина увезла 2 сотых в ночь на Ростов. Местонахождение неизвестно. Обращались во все инстанции. Но толку не было и нет. Предлагаю отсюда, с Красной площади, послать им сигнал нашей поддержки. Раз, два, три! Ура! В связи с чем, так называемый пресс-секретарь пересидента РФ выдавил из себя весьма забавный конструкт. Оказывается, выполнение задач СВО уже не является обязательным. Путин готов к любым контактам для достижения целей не в рамках СВО. Каких именно целей? Нетрудно догадаться. Получение гарантий, сохранение жизни Путина после подписания капитуляции. И желательно отзыва, ордера на его арест. Селяви, как говорится. Посмотрите на это позорище. Это чрезвычайно важная вещь. Мы сами, наконец, осознали, мы все время говорим, мы великая, великая. Мы великая страна. Страна-то великая. Вот президент трусоват. Прячется от народа за тремя кольцами охраны. А страна-то великая. Страна ого-го. Вы можете представить себя в роли одного из лицов? Ну, вернее, Хрущева, получается. Ни в коем случае. Мы можем до такого дойти. Ни в коем случае. Не дойдем. Нет, я не могу себя представить в роли Хрущева. Ни в коем случае. Мелковато это, Хрущев. Мелковато. Мой калибр Адальв II. Бери выше. С вами себя с кем больше ассоциируете? С верхами или с низами? С низами, конечно. Я же с низу. Мама у меня была, как вы знаете, много раз об этом говорил. Семья рабочая. Отец рабочий. Мастером работал в последнее время. Техникум закончил. Мамы не было на образовании даже среднего. Она просто была рабочей. Поэтому, конечно, я всегда очень тонко чувствую. Слава Богу, до последнего времени это было и есть. Надеюсь, сохранится очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек. На яхте к своему дворцу подплываю. Ветер дует. Я пуховичок лоропиано. За полтора миллиона рублей застегну. Красную икру в два слоя на бутерброд намажу. Я думаю, как там россияне мои, как россияне. Пик трудностей, связанных с этим валом ограничений и санкций, он пройден. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям. Твикс уже по одной палочке продают. Адаптировалась экономика. Адаптировалась. Еще многое нужно будет сделать для того, чтобы новые цепочки поставок по импорту и по экспорту создать. Но в целом пик сложностей пройден. Российская экономика адаптирована. Россия очень живая страна. Это может быть последний по-настоящему живой народ белой расы. Возможно, я совершенно не расист, просто говорю так. Вот она такая. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Я вам здесь не Димон. Имидж любующегося смартфонами либерала, основавшего Сколково, давно в прошлом. А ведь Медведеву удавалось сохранить этот образ даже после того, как формально именно он начал войну против Грузии. В прошлом и разговоры о потере бывшим президентом политического веса после отставки с поста премьер-министра России и перемещения на пост заместителя председателя Совета Безопасности. Кто такой в нынешней политической и уж тем более экономической ситуации премьер-министр России? Трудный вопрос. А заместитель Совета Безопасности – важное лицо в государстве, так как Совет Безопасности теперь почти что как политбюро. Еще хуже. Именно заместитель председателя Совбеза проводит совещание силовиков в оккупированном Луганске и раздает указания силовым министрам. Именно он, а не какой-то там Михаил Мишустин, объясняет западным лидерам, как к ним на самом деле относятся в Кремле. Тетки, клоуны, наследники нацистов. Новая пресс-служба Медведева не выбирает слов. Если во главе украинского государства становится очередной сумасшедший националист или какая-то слабая опереточная фигура, то в этом случае жди конфликта. Так кто же такой Медведев? Не только бывший преемник, но и будущий наследник Путина? Ну вы чего? Допустим, кто станет наследником Пересидента, не говоря уже о том, что он не собирается расставаться с властью, не знает никто. Когда умер Владимир Ленин, его наследником формально стал Тихий Алексей Рыков, от которого требовалось просто старательно продолжать НЭПовский курс и обеспечивать коллективное руководство. Ну а потом к власти пришел Иосиф Сталин и завертелось кровавое колесо. Началось. Когда умер Сталин, его наследником стал серый Георгий Маленков, от которого требовалось сгладить углы сталинского безумия последних лет и обеспечить коллективное руководство. Ну а потом пришел Хрущев и началась оттепель. Потому что это предательство. И никто не скажет вам, кто окажется реальным преемником Путина. Новый Сталин или новый Хрущев. Поэтому дело вовсе не в том, что Медведев преемник Путина. Дело в том, что он зеркало Путина. И если какое-либо другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считают, что Крым не является российским, для нас это системная угроза. Его выступления в Совбезе и в 2014-м, как рассказывали знающие люди, были куда более радикальными, чем речи силовиков. Дай Бог вашему теляте нашего волка съесть. Медведев просто может позволить себе разговаривать так, как Путин разговаривать не хочет. Путин царь, которому негоже отвлекаться на суету. Он мыслит историческими категориями или угрожает небесными карами, как в ночь на 24 февраля. А Медведев говорит о политических планах и демонстрирует подлинное отношение Путина к оппонентам. Даже не к оппонентам, к врагам. Цель простая – причинить ущерб, причинить какие-либо повреждения гражданскому населению. Когда Медведев написал свою нашумевшую статью об Украине, более всего над этим текстом потешались почему-то в Киеве. Представители украинского руководства объясняли, что Медведев просто клоун, который пытается выслужиться перед Путиным, а его тезисы – просто пропаганда. Я это знаю. И потом, не Медведеву же решать, будет Путин встречаться с Зеленским или нет. А Медведев ничего такого не решает. Он просто сообщает миру то, что уже решил Путин. И он ни перед кем не выслуживается. Он просто озвучивает то, что нужно озвучить Путину. Только не самому и не через собственного пресс-секретаря. Слова пресс-секретаря – это позиция Путина, а слова Медведева – это сигнал Путина. Ясный, четкий и жесткий сигнал. Я вас уничтожу. Только развернуто. Я ничего плохого здесь не вижу. Мне кажется, что, наверное, мы все-таки возьмем под крылышко всех этих бедных граждан, и все будет хорошо. Я думаю, что Путин создаст для них лучшие условия для жизни и там, и здесь, и даст достойное образование людям и хорошую жизнь спокойную, все-таки стабильную. А это что вообще за страны такие? Украина. Это не страна. Это кусок. Ленин тогда отдал в свое время. А это прибалты. Это вообще всю жизнь они были против России. Над всеми этими ужимками путинского зеркала можно было бы иронизировать, если бы осуществление кремлевских планов не приводило затем к гибели десятков тысяч людей, изгнанию миллионов, разрушению городов, к страху и смерти. Но именно таким и является путинское представление о политике. Представление, которое точно и без лишних церемоний отражает Дмитрий Медведев. Миру пришел конец. Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев.